еще раз добрый день уважаемые дамы и господа наши пью продолжает программа радиоблог с игорем цесарским здравствуйте игорь добрый день сережа добрый день уважаемые радиослушатели ну для начала напомню о новом проекте почти что но потому что ему уже несколько месяцев медиагруппы континент это тв-клуб континент в рамках которого мы записываем интервью и беседы с очень интересными людьми но немножко в ином формате там мы ограничиваемся 15-20 минутами и если кому-то интересно то милости просим в ю тубе по-русски тв-клуб континент кстати многие из тех авторов которые принимают участие в рамках передачи радиоблог на народной волне с удовольствием идут и на континентовская тв вот ну а сегодня у нас по кстати в данном случае скажем так по просьбам радиослушателей встреча со президентом ассоциации еврейских организаций и общин в ада украины иосифом зисельсом добрый вечер иосиф добрый день у вас уже день у нас день да мы всегда с вот с таким восьмичасовым разрывом я говорю мы идем следом хотя в какой-то степени происходит следующее принято в мире идти за америкой но в данном случае мы идем по времени вот но почему я говорю встречи сейчас с теми общественными деятелями политологами журналистами которые проживают в украине особенно актуальны но не не трудно догадаться хорошо слышите я да да хорошо так вот дело в том что прошли недавние выборы и конечно же они вызвали интерес не только в украине и сопредельных странах но и в америке тоже замечу следующую такую тенденцию споры вокруг тех двух кандидатов которые на конечной стадии остались были ожесточенные об сказал вот такое создавалось иногда ощущение что люди вот живут физически здесь а где-то действительно душой уходят бродят по киеву и и вот пытаются каким-то образом высказать свои суждения сомнения и так далее вот хотелось бы у вас узнать насколько одно только еще скажу что наверное все в большинстве своем удовлетворены следующим что демократия то сработало что в отличие от многих постсоветских стран это были выборы как выборы то есть там действительно победил тот как за кого больше дали голосов тот тот кто на данный момент вызвал больше доверие у избирателей скажем так а вот каково ваше мнение все-таки относительно того насколько этот выбор оказался на ваш взгляд правильным своевременным и так далее то есть что вы ожидаете от нового президента я думаю что ответ на ваш вопрос он складывается из целого целой группы ответов потому что нельзя однозначно определить такую сложную ситуацию которая сейчас в украине чего мы ждем от нового президента трудно сказать потому что его компания была очень короткой три месяца фактически она была во многом виртуальной он избегал пресс-конференции интервью и в основном говорили члены его команды которых тоже мало кто знал молодая очень команда очень такая аттрактивная использующая современные эти технологии но это сегодня не фокус сегодня многие используют современные эти технологии но тем не менее результат заставляет задуматься о том не так о феномене зеленского как о феномене украинского народа то что прошли очень демократические выборы это конечно большой плюс но у нас это не первые выбрали не первые выборы которые прошли очень демократически и если не считать выборов 2004 года которые были сфальсифицированы кучмой и януковичем то в общем-то остальные выборы прошли более менее нормально и вы правы что на постсоветском пространстве украина сегодня образец скорее чем аутсайдер в чем же феномен украинского народа потому что в отличие от предыдущих голосований как позапрезидента так и парламентских выборов украина делилась достаточно четко на запад и восток на про европейский если говорить очень упрощенно хотя на самом деле картина сложнее и на восток про российский впервые такого разделения не произошло но разделение все равно имеет место потому что его можно по-разному характеризовать я даже несколько раз пошутил не знаю насколько удачно по этому поводу о том что те люди которые не умеют точиться на своих ошибках выиграли у тех которые хоть чему-то научились за последние пять лет то есть о чем идет речь идет об очень высоких ожиданиях которые вот эти 72 процента при явке 62 процента отдали свои голоса за зеленского во втором туре это было неделю тому назад всего и очень высокие ожидания это высокая планка высокая большая высота с которой очень больно падать потому что как учат нас предыдущие выборы люди всегда недовольны своими избранными президентами и правительстве они всегда недовольны всегда есть имеет место быть разочарованием я по этому поводу еще в 2004 году когда были драматические события на майдане померанчивая революция сказал что не очаровывайтесь не будете разочарованы и это надо применить и к сегодняшним выборам потому что такие огромные ожидания которые возложены на зеленского это просто неимоверно от него ожидают все и разные группы которые голосовали против него ожидают диаметрально противоположные результаты например те которые пророссийские ожидают от него реванша в пользу пророссийских сил те которые майдановцы и голосовали за него в частности кроме львовской области западной украине победил зеленский во всех областях эти промайдановские которые поддерживали революцию достоинства четырнадцатом году они ожидают от него что будет намного более эффективным президентом чем был президент порошенко те которые против коррупции ожидают что он искоренит это вечное зло и как бы понятие в моей формуле уже кроется абсурд вечное зло оно то и вечное что его искоренить нельзя и те которые страдают из-за бедности а таких людей очень много ожидают что он снизит коммунальные расходы коммунальные выплаты те которые устали от войны а таких достаточно много то что украина уже пять лет обороняются от агрессивной россии она они ожидают что он закончит войну и я смею утверждать что все эти ожидания они на чем не обоснованы просто компания была построена как я сказал во-первых виртуально а во-вторых с очень большой долей неопределенности он не давал никаких конкретных обещаний ни тем ни другим но тем самым породил иллюзию разных групп что он работает именно так как они видят будущее украины поэтому я думаю разочарования будут и еще один оттенок этого что украинцы оказались способны избрать еврея президентом он галахический еврей у него мама еврейка возможно и отец тоже и на самом деле это не играло никакой роли мы которые очень внимательно следим за проявлениями антисемитизма ксенофобии в украине не нашли в предвыборных программах предвыборной агитации пропаганде не нашли практически ничего антисемитского это было очень удивительно хотя с другой стороны те которые интересуются социологическими исследованиями знают что еще осенью было проведено исследование по типу американского вот готовы ли вы проголосовать за темнокозого президента хотя в украине это конечно абсурт готовы ли вы прожить проголосовать за женщину президента готовы ли вы проголосовать за еврея президента и 36 процентов сказали что они готовы то есть то о чем мы говорим все последние годы в израиле в америке всех международных форумах что украине значительно снизился уровень антисемитизма особенно по отношению к западной европе раньше это не хотели слушать потому что были устойчивые очень стереотипы что украина антисемитская страна я могу пошутить еще грустно так что ненависть к порошенко другое дело откуда это ненависть взялась она оказалась сильнее чем нелюбовь к евреям таким образом еврей стал президентом что будет в связи с этим аспектом выборов никто не понимает но я думаю что поскольку те ожидания которые возложены на него они нереальны скорее всего начнется разочарование и возможно это даст повышение уровня антисемитизма в украине но он такой низкий что он теперь может только расти не меньше он же становиться кстати говоря не другие украины если взять если взять скажем российскую пропаганду да то он по их убеждению как раз эта проблема в украине в разы больше чем где-либо то ни было и вот для них всегда те несколько процентов допустим которые получают но уже крайне потом националисты допустим и так далее это вот картинка создается такая что это вот показывается будто вся страна состоит именно из такого рода людей но как показали действительно выборы интересно пошутил один блогер в фейсбуке написав такую штуку что говорит интересно будет ли считаться антисемитизмом если нынешний президент уволит нынешнего премьера да это есть еще шутка что впервые в истории за очень многие сотни лет единственная страна кроме израиля где премьер и президент евреи это украина но по крайней мере я надеюсь что с выбором зеленским у президентом хоть один стереотип будет наконец разрушен о том что украина это антисемитская страна ну и это наверное очень важно потому что от такого восприятия ну в первую очередь страдают люди которые ведут страну все-таки в правильном направлении и наверное европейский выбор который был уже сделан не изменит ни зеленский никто бы другой пришел он уже вот и но какие как я вижу издалека вряд ли изменится я бы не стал так категорично да хотя мне очень хочется этого чтобы не изменился этот вектор европейский но мы увидели как десятом году там 12 половиной миллионов граждан украины выбрали януковича который хотел сломать этот вектор и повернуть страну к россии ему это не удалось потому что народ просто восстал и ему он ему пришлось бежать из украины но говорить о том что точка бифуркации пройдена и что это уже окончательный выбор и все теперь было получено я бы не стал я считаю что вот эксперты не должны быть оптимистами ну согласен и в то же время мне кажется опять же издалека что после 14 года после майдана раз и после тех потерь которые понесли украинцы на этой войне который еще по сей день идет то есть ощущение что все-таки ну этот вектор будет продолжен именно в сторону запада в сторону европы ну и соответственно не только европы тенденция якобы такая есть единственное какой у нее запас прочности я все-таки думаю что запас прочности не такой же большой то есть возможны какие-то еще рецидивы реванша то есть окончательно конечно же этот вектор я уверен победит но что по пути не будет больше неприятности я не так уверен на самом деле с вами я совершенно согласен что вот эти ожидания которые ну не только в украине к новому президенту это это повсеместно любой человек приходящий к власти он что-то естественно озвучивает данном случае зеленский мало что озвучивал это это да это факт но тем не менее ожидания большие и именно у разных групп они разные это тоже видно и правильно и скорее всего очень много будет зависеть не только от него персонально но и от тех людей кто будет рядом с ним а тех или высоких профессионалов или не очень и тогда будет большое разочарование по-видимому ну профессионалы это конечно важно любое политик который приходит во власть должен окружить себя профессионалами но в украине этот принцип не действует просто это все-таки страна с такой еще достаточно сильной евразийской ментальностью где люди начинаются окружать друзьями партнерами по бизнесу родственниками там кумовьями сватами и так далее это к сожалению вот эти издержки той пост колониальной ментальности украинской которая все время подводит то есть настоящие социальные лифты еще не заработали в украине поэтому очень важно подчеркнуть что одним из одним из важных факторов этих выборов было запрос на новые лица в политике потому что всем надоели старые политики с которыми ассоциируются все эти проблемы которые есть в украине социальная несправедливость и коррупции война и такой но надеяться что новый политик просто потому что он молодой и новый избавит украину всех этих неприятностей это очень наивно поэтому еще раз повторяю извините но что мне кажется что разочарование практически не ну многие доброхоты дают рецепты относительно того кого бы ему надо пригласить вот обязательно саакашвили надо в общем-то может других других варягов туда то есть учитывая как раз относится к той старой когорте но политик против которых молодая команда бастует они не хотят но профессионалы как правило люди с большим опытом они вот тут как бы вот дьявол кроется в мелочах и это важные мелочи понимать что сама по себе молодость да я говорю я который уже довольно совсем не молодой молодость не является достаточным условием для профессионализма да это правда ну я читал что большая критика была в частности на предмет того что в команде зеленского присутствовали люди которые все-таки ассоциируются с российской стороной и не просто с той стороной а в общем то в какой-то степени пиарщики и так далее что мы помним по временам януковича и некоторых других не не есть хорошо скажем так да поэтому же и возникли те ожидания бывших регионалов сторонников януковича что вот-вот реванш близко на самом деле то где человек работал раньше это не так не столь важно достаточно степени важно но не является определяющим фактором потому что я знаю что в команде у порошенко тоже появились люди которые были в команде у януковича потому что просто дефицит огромный дефицит профессионалов да ну и плюс мы знаем даже по нашей стране как вот та самая бюрократическая масса которая переходит от президента президенту это как некий авгиевы конюшни вот пришел трамп со своей повесткой дня естественно со своими взглядами и причем с абсолютно не присущим для политиков желанием исполнять то что обещал так вот он даже в не в недрах своего же аппарата белодомовского с кем столкнулся именно вот с теми кто укоренились и далеко не не безобидно там находятся по сей день ну посмотрим насколько будет новая команда посмотрим насколько они окажутся профессиональными меня как раз смущает что каждый новый президент начинает чистить вот эти как вы сказали авгиевы конюшни и приводит совершенно новую команду конечно лица может быть и новые но нельзя каждые пять лет начинать суля с нуля должна быть нормальной стабильной стране бухать квази стабильный должна быть некая преемственность в конце концов за те пять лет что прошли с момента революции достоинства украине удалось очень много особенно во внешнеполитической области и об этом можно отдельно поговорить потому что таких достижений не имел ни один и более того все четыре президента предыдущих не было не имели таких достижений во внешней политике как имел порошенко к тому же борьба с коррупцией которая это притча во язык единственный сдвиг произошел именно в последние пять лет то национальное антикоррупционное бюро которое было создано при его содействии в том числе я не говорю что он он как бы глава всех позитивных изменений но он этому содействовал или поддавался давлению гражданского общества с одной стороны и наших партнеров запада с другой стороны и все-таки шел этим путем так вот это антикоррупционное бюро при всех недостатках которые видятся там неуважение к закону и так далее что очень важно вообще для правоохранительного органа она расследовала около 700 дел довела до суда другое дело что суды пока не хотят это брать антикоррупционный суд еще не создан и более того я в свое время дискуссии с порошенко говорил что конечно бороться надо с коррупцией после я участвовал в комиссии общественной по выборам этого директора бюро я говорил что бороться конечно нужно с коррупцией но создавая органы этого недостаточно для большой страны первых должна быть системная работа по ограничению возможностей коррупции а государственные предприятия которых достаточно много это просто открытые ворота для коррупции и к тому же основная все же борьба даже не борьба а работа это воспитание общества это образование это повышение культуры это мобилизация всех здоровых сил противодействия вот этой чуме нашей коррупционной потому что на самом деле менять нужно не институции а людей прежде всего потому что коррупция к сожалению есть часть культуры часть ментальности евразийской и она просто заложена в их идентичности и поэтому работа нужно быть массированная и очень глубокая считанная на десятилетия ни один политик не хочет рассчитывать на десятилетия у крайний срок пять лет потому что он хочет быть переизбранным когда порошенко это сказал свое время четыре года назад он сказал вот вы и займитесь но это смешно конечно после я всего-навсего общественная организация у меня нет ресурсов государства чтобы это зло но вот тот факт что он сказал вы и займитесь означает что он не собирался работать тактически с такими задачами а пытался это сделать кавалерийской такой атакой вот набух создали прокуратуру создали 700 дел расследовали ну и что прошло пять лет еще практически ни одно лицо первого уровня не предстало перед судом да ну вот вы упомянули тут есть момент внутренний а есть момент внешний то есть во внешней политике действительно украина добилась многого но вот частности многих наших и читателей континент мидии слушателей народной волны интересовал всегда вопрос об отношении к израилю как понимаете и но это и вас интересует как человека много лет работающего вот в системе организаций солидных организаций общественных и вот еврейских организаций так вот интересует людей следующее как как будет вести себя украина в очередных голосованиях вон который как известно сугубо отличается антиизраильской направленностью как вы думаете на самом деле украина долгое время была в плену такой многовекторности то есть она хотела как бы и одним и другим поддакивать когда международные голосования и это конечно приводило к абсурдным ситуациям потом украина начала избежать избегать таких очень резких голосований и там то выходил из зала то еще как-то отсутствовал то засыпала время голосования представители украины все она не хочет конечно ссориться с израилем а иногда вот кстати когда порошенко был министром иностранных дел украина в числе 6 стран поддержала израиль по расследованию в секторе газа после войны очередной и это произошло просто взрыв позитивность стране израиля и безвизовый ремонт безвизовый проезд режим с украины израиль был создан как раз тогда когда неожиданно для многих украина поддержала израиль то есть украина естественно хочет поддерживать израиль но с другой стороны она по-прежнему старается диверсифицировать свои отношения потому что у нее с арабскими странами есть отношения и палестинское посольство есть в украине я понимаю ну и мы мы насколько можем еврейская община пытаемся влиять на политику украины и несколько раз это удавалось чтобы мы повлияли на позитивное разрешение того или иного голосования но это не всегда происходит надо сказать что израиль тоже не всегда поддерживает украину да это тоже понятно ну это общая такая тенденция хорошо у нас сейчас как раз наступила середина нашего эфира надо уйти на несколько минут на то чтобы послушать очень важные рекламные объявления а потом мы откроем эфир для наших слушателей попробуем принять вопросы